Батареи Пью, да, снеговую Мне воду дали, не знаю, как получилось Послала, да, в долю неделю Месяц воды не было Валерия Николаевна, не вытеряли? Видать, поддали где-то давление и пробило что-то Не знаю, я помолился Хорошо помолился Он помолился и подходит к крану Раз и вода пошла Да, Господь, да Чудо это такое Господь же тебя сперва в угол запирает Чтоб ты взмолился, веру свою проявил Танечка, Танечка, проходи Не затыкайся Мама 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 Можно сюда Пока поставлю Погоди Если ты мне дерни Я помни, чтоб я ее забрала Я не знаю, пойдите. Иди, и вселися вны, и очистены от всяких скверны, и спасти блаже души наша. Господи, будь милостивый, благослови нас, Господи. Тебе слава, благодарение, честь и поклонение за все милости к нам, Господи, и щедроты, которым нас окружает, Отцу Сыну и Святому Духу, на неприсней его веки веков. Аминь. Следующий, если живы-здоровы будем, то через воскресенье я буду. Это будет у нас 18-25, там 3-го, 4-го года. Потом 10-го будет дома, а через 16-17-го, прощенный будет. Будет здесь. Вчера я думал, что прочитать, я открылась мне это, открыл слово, я назвал того, что он, об исповедании. И даже говорит, что он там беседеет. Даже те, противники наши, когда видят твердое исповедание, то бывает, и они обращаются, и благословляют Бога. Видят, когда такое. Ну и вспомнился мне из моей жизни, такой пример. Служил я в армии, пошел в армию. Вот. Я каждую неделю получал по 2-3 письма. Да. Нет, не думайте, не от девушки, а от брата. В письме была небольшая там записка, что и открытка, и какой-то псалом из псалтыря. Но письма все ко мне приходили так, как уже знали, что я верующий. А узнали, что что-то. Ну, крестик был у меня, не курил я там, не участвовал где. Уже это было. Вот. Новый завет был, у меня его отняли. Нельзя, да. Вот. Я в каждом там, Ленинская комната называется, где там, когда свободное время, отдыхают. Кто там в шашки, в шахматы играют, кто письма пишет. И уголовок был там атеистическая литература. Я беру эту брошюрку, она там берут где-то что-то из Евангелия и начинает это теперь коверкать. А я свою тетрадку-то выписываю там. Евангелие от Матфея, глава такая, стих такой-то. И я уже почти тетрадь написал это. Они отдельные бывают, там не по порядку, а там разные. Тогда старшина, я не знаю, я уволелся, он ух ты хитрый какой, говорит Латкин, через плечо-то. Но ничего, он старый был, с войны, старшина, ничего не было. А я был, сразу как я был каменщик. А у нас строительная сейчас была. Что я каменщик, уже специалист 4-го разряда. Меня ставят, значит, командиром отделения. И как бригадир, должен я через месяц, чтобы 12 человек у меня были уже каменщики. Ну, вначале отправили на 2 недели на курсы сержантской. И младшего сержантку присылают, командир отделения. Ну и все, да. Потом приезжает комиссия, там с округа, генерал-майор. Вот, все там инспектировали. И потом меня вызывают к замполитам. Я захожу в кабинет к замполитам, за столом сидит генерал. Ну, я никогда не видел генерала. Это первый раз видел генерала. Это не знаю, что сказать. Ну, товарищ, садитесь. Я ничего, чтобы прибыл или что, я ничего не сказал. Сел, он давай беседовать, рассказывать, откуда, где жил, какая семья была, как в детстве у нас там. Ну, я все рассказываю, как, 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 как на духу. Все, где там, что у дедушки как было, как у нас дедушка там строго. Вот, было все. Все это рассказываю. Да. И, что на войне у меня отец вот инвалид. Три дядьки погибло напротив. Все, то есть, от, от и до. Вот, рассказал ему, значит, это. Ну, а что, какие? Да, я говорю, жалоб никаких. Но вот у меня, говорю, письма. Приходят от брата письма. Ничего нету там. Только чистое священное писание, брат. И все письма вскрыты. Я не знаю, даже все или нет доходят. Но он писал так, что, допустим, я уже знал потом там. Первое А, там второе А, там третье Б. Я уже следил, что где-то пропущено, что письма нет. Я говорю, у меня был Новый Завет, Евангелие. А она эта письма дорогая. Я говорю, ну, если взять денежную, она ничего не стоит. А для нас она бесценная. Просто цены ей нет. Она очень дорогая. Вот. Ну и часа два где-то примерно так. Я не растекал. Ну, часа два, наверное, была эта вся беседа. Просто сидели, беседы, разговаривали. Он все это расспрашивает. Как отношение здесь какое-то. Отношение ко мне прекрасное везде. Ну, вот это. Ну, и когда про счастье, он встал, вышел за стола. Вышел, пожал руку. Товарищ Латкин, желаю вам, чтобы вы через всю жизнь свою пронесли свое убеждение. Он приехал все письма. Стали приходить нераспечатанные. И на другой день меня вызывает к замполиту. Замполит, значит, говорит, вот, Евангелие у меня. Эта же книга для вас очень ценная. Я говорю, очень ценная для меня. Ну, там ведь всякие есть. Вот могут там что-то повредить или взять там это что-то товарищи. Могут, я говорю, конечно, могут. Все могут. А давай так, она будет у меня в кабинете. Тебе когда надо будет читать в свободное время? Приходи и здесь это будет. Я понял, ну, все, вот, хорошо. Ну, и когда свободное, куда? Я говорю, я к замполиту. Там кто-то, ну, дежурный или там бывает старшина, командир роты. Я говорю, замполит. Он к замполиту. Замполит это, он хоть командир части, а больше это замполит, как бы. Главнее, можно сказать, был. Классный руководитель. Да, классный руководитель. Замполит. Я прихожу к нему, он шел длинный такой, даже, по-моему, длиннее, чем до стены. Ну, я с этого вон там сидит, а я с этого конца сажусь и... Читаю. Он потом... Надо... Да ничего, если я часа на полтора отлучусь и закрою тебя, ты... Я говорю, не, не, хорошо. Я почитаю немножко и подремлю там все. Прихожу в роту. Где было здесь занятие было? Я говорю, у замполита был. А, у замполита. Ну, все. Вот так вот. Свои занятия. Да. Вот так вот было такое. А в мое исповедание никакого у меня исповедания-то не было. Только, что мне считали, что брат присылал мне. Ну, и я там крестик был у меня, я не снимал крестик. Все. В этом все исповедание. Нигде я там не проповедовал, не говорил там что-то. Это так вот где-то с кем-то там просто поговоришь так потихоньку. Вот как может быть. Видите, даже тот, который должен был бы... Я-то не знаю, кто он такой и что. Я даже не знаю, как его звать или что там, кто он. Он генерал, и все, я же не буду спрашивать, кто там. Вот так все, сразу все изменилось. И такое, что вот как он пожелал, пожелание какое издал, что это. Значит, что-то у него было, что-то он увидел здесь во мне. Хотя, я не знаю, что он мог увидеть во мне такого. Но пожелание, чтобы через всю жизнь, говорит, свои убеждения пронесите. Ну, вот так вот было такое. Я к тому, что пример такой, что может в жизни не обязательно, что на каждом перекрестке ты будешь перечать и стоять, что там это. Я в последний раз был в Москве, выхожу из метро. Ну, а там как выходишь из метро, ты не сразу на улицу, а из чего только вышел, а здесь еще и проходит. Человек. Христос Спаситель пришел всех спасти, люди, покайтесь, кричит во все. И одно и то же. Кричит и все. Ну, я остановился, думаю, что подойти или нет, что-то, что такое. Ну, ясно, что не православное. Откуда они возьмись, два милиционера под руки его. Они его ведут, а он свое кричит. Спаситель Христос пришел всех спасти, люди, покайтесь. Время там коротко, еще что-то так далее. И обратно повторяет свое это все. Вот, исповедание человека ночью, они повели куда-то там, может быть. Он ничего больше не говорил, только одно, что покайтесь, и все. Христос Спаситель пришел. Так можно, наверное, и так можно. Я беру иногда Красное Евангелие. На вокзале есть такой уголок там, кто приносит книги, различные книги. Берешь, раскладываешь свои, беру там. И я положу один-два Евангелия. Я сяду и сижу, время есть, там еще минут 15-20 до поезда, до посадки, наблюдаю. Бывает так, что люди проходят, посмотрели, положили назад. Там другие книги есть. Один мужик посмотрел, посчитал, кругом обозрел, опять взял и направляется ко мне. А я сижу так, чтобы лицом к нему, ну и там, если нет, на первой, на второй скамейке подходит. Эта книга настоящая. Я говорю, ну смотрите, вот видите, по словению Патриарха. Самая настоящая. Ну ладно. И пошел он, взял ее с собой. Другие посмотрят, потихоньку, потихоньку раз, засунул. И пошел. Еще уже. Ну вот, люди есть, которые интересуются. Духовную литературу я никогда там не видел. Но все-таки кладут что-то. Один раз был, какие-то маленькие брашульки там видно кто-то. Вот так вот. Ну что еще? Метели были у нас, сильные метели. Двое суток были такие метели, что через дорогу домили видать. У нас с вечера, не с вечера, да, где-то часов, наверное, с девяти вечера и следующей ночи, весь день свету не было. Где-то что-то там было, что у нас не было. Потом уже, в общем, сутки почти. Вот. Не было света. Потом свет сделано. Кончился метели. А еще до метели было, значит, такое, что потепление сильное. Я выхожу на веранду, у меня на веранде пол весь залитый водой. Из крыши вода бежит и прямо на веранду. А там, когда так и веранда, там лед замерзло раньше было. И она протекает туда и пошло. Я давай в ванной там что-то постирать, вытирать, пол-то собирать. Вот. Ну, а сейчас немножко морозы сделаем. Немножко. Да. Ну, какие, небольшие. Ну, что, 30, 28, это какие морозы. Это не морозы. Это бы в школу ходили. В школу мы не ходили, там, когда было уже 35, отменялись в школе. Занятия отменялись в школе. Но в школе отменили, то мы этот день все там смотришь на катке, на коньках, на лыжах катаются. В школу нельзя идти, а на коньках важно. Да. Ну, все. Что говорить? Погоды плохой не бывает. Да я когда говорю, что есть в требнике у нас на все случаи, кажется, жизни есть. Нет дождя, есть молитва, чтобы Господь поставил дождь. Я сильно дождь льет. Молитва есть, молебен, чтобы остановился дождь. Это есть. А чтобы не было метели или морозов не было, такого нет. Нет ни одного молебна на это нет. А почему? Потому что, наверное, просто составляли это откуда-то. С Греции взяли все. А там-то не было ни метели, ни чего, может быть, там это. А благорастворение воздухов? Ну, это другое благораствование воздухов. Вы говорите, что воздухов это от того, чтобы не было дым там и прочее, чтобы ветер, чтобы был, чтобы разгонял. Ну, это Господу, чтобы четыре ангела, которые направляют ветра, они как следует потрудились для нас. Да, в этом есть. Так, ну что, ко мне какие вопросы будут? Никаких. Скоро Великий пост. Да не скоро еще. Еще месяц. Теперь ели еще. Еще среди этих четырех недель будет одна неделя сплошная. Можно всю неделю мясо с колбасой есть. Мясо с колбасой. Да, после этого будет молоко и рыбу только есть. Масленицу. Понимаешь? Поэтому ты не печалься. Зато у нас Петров пост будет одна неделя и четыре дня. Нет, я не печальюсь. Повезло. Подготавливаю всех. Прошло. Подготавливайся. Я зато усы, говорит, хранилище ненадежное. Я вот там, да, это, говорит, ненадежное хранилище. Долго ничего не хранится. Сегодня съело, а завтра уже ничего не придурал. Так что... Значит, по интернету разослали просьбу помолиться за священника Даниила. Я не понял, с какого он где, с Украины, здесь у него нет прописки. И сейчас он в Грузии находится. Что-то с глазами неладно и потерял полностью, сто процентов зрения. Только если рядом свет, лампочку чуть видеть. Помолиться за него. Что-то там с сетчаткой связано. Так что Даниил звать. Вот так. Ну, сейчас... Ну, сейчас делают операцию очень сложные на глаза даже. И уже не то, что было как раньше. Выставляют там и меняют там что-то. И делают операцию. Это сложная очень. Любе сделали. Любе один глаз совсем не видел. Ей сделали операцию. Операция недолго была, я говорю, совсем. 20 минут. Вот. Уже прошло сколько? Три недели. Первая неделя она все завязанным ходила. Этим заклеенным глазом-то потом только открывала. Дома. Чтобы... Сейчас хорошо, говорит, вижу, говорит, далеко намного. Вот. Ну, там тоже разное качество этих, которые вставляют. Есть были американские, те долго там хорошо. А сейчас вроде индийские там вставляют. Тоже хорошие. Тоже хорошие, да. Ну, платно у них было. Я не знаю, что-то она около 30 тысяч пошла заплатить. Где-то так. А бесплатно, это, говорит, там очередь там бесконечно пододвигает. И там будет, говорит, полгода и год. Едва ли подойдет очередь. И там, где бесплатно. Ну, вот так вот. Поэтому Даниил. Даниила, да. Хорошо. Ну, так все. У меня больше никаких новостей ничего нет. Никита неизвестно где. Пытался я узнать там через кого-то. Никто не это. Ирина позвонила батю, с которым он работал-то был. Он ответил. Он, говорит, на передовой все нормально, жив. Связи нет. Здоров. Больше ничего он не может сказать. Что он будет там говорить? Ну, вот так вот отправили. А эти двое, Саша, это Кустинов и Максим, пока в Ростове. Могут и их. Почему? Это не то, что он, он шофер. Он, говорит, на передовую подвозить надо что-то будет. На передовую подвозить. Я знал шофера. Еще я в юности в больнице лежал. Перед армией когда готовили там. Вот. Он всю войну прошел. Шофером был. Не участвовал в боевых действиях. Возил там снаряды подвозил и прочее. Раз мы пошли, говорит, в душ мне, говорит, спину потри. Когда он в спину, я ужаснул. Вся спина была, знаете, как вот так вот. Изорвана, изорвана. Все это буграми, буграми. Все это. Ноги так же. А все ранения эти были. Ранения. Были такие ранения. Осколочные там. Все же не было. Один раз, говорит, вез полную машину снарядов и прямое попадание. Очнулся я, говорит, в кувете. Когда очнулся, от машины ничего там все разнесло, там ничего нету, говорит. Ну, были ранения такие были, говорит. Как, говорит, я очутился, не знаю, говорит, было такое. Поэтому и он может не участвовать, а подвозить или что-то там. Это никуда до этого не денешься, говорит. Вон дьякона знакомый у меня, говорит, бурдин. В этом, в Тюмени он. Он в Афганистане был, шофером. Так он сколько раз под обстрел, говорит, попадал. Но у него все, говорит, мой, говорит, этот КамАЗ, говорит, был весь изречеченный там. Но он остался живой. Только он контузия была у него. Сильно большая контузия была. И он так вот. У него, по-моему, третью, что ли ему эту группу дали инвалидность. Поэтому не то, что там где-то будет боевых он обязательно. Может, и здесь. Передавали, значит, наши. Где-то там было, значит, ну, на украинской стороне. Там вот засекли, где там были и наемники это. Ну и ударили. Больше тысячи сразу погибло. Сейчас, видите, война-то не такая, как раньше была. Поэтому ничего здесь делать. Время не идет. Поэтому так. Сохрани вас. Наши, говорит, в Бальбане против плоти и крови. Скоро, батюшка, будете летать на дроне к нам сюда. Раз, утром встали, сели в него, кабину закрыли. Не надо, я лучше так. И полетели. Не надо. Ну, по-ангельски жубачки. Там пять минут только всего пыльки. Ну, ладно. Хорошо. Остаемся так. Не, ну, я родился, хорошо там ноги прикрыл. Я даже еще домашнее тепло доехал, не потерял до этого. А поезд всего на 10 минут опаздывал. Это редко, а на 10 минут поезд опаздывал. Он пришел в Омск, говорит, и в Московский на пять часов опоздания. Где-то была авария. На переходе или тракторе, машину, значит, въехал паровоз. Тракторе в машину. Обычный, человеческий фактор. Пять часов было задержка. Ну, а до нас уже он нагнал. Нас только пришел где-то на 10 минут. Было примерно так. А в Барауна приходит на... Ну, вот так вот. Все тогда, если... Нет ничего. Прошу ваших молитв. Не болейте, батюшка. Когда теперь приедете? Не хворайте. Я же сказал, приеду я сейчас 3-го, 4-го буду. Я не слышала. 3-го, 4-го. Сегодня у нас 18-е. 2-го, 3-го. Следующий будет. 2-е, это суббота. 2-е, 3-е. 2-го, 3-е, 2-го, 3-го, да. Понечетно. Видите, я подбираю, что у меня на утреннем поезде ехали. Поэтому будет так вот. 2-го, 3-го, значит, там сейчас по нечетным идет. Вот попадает в субботу по нечетной через субботу. Одна суббота четная, другая нечетная. А там будет четная. Сейчас нечетная, тогда будет четная. Вот так вот. Ну, все, занимайтесь дальше. Толкование на сегодняшнее субботу. Первое послание к Тимофею, святого апостола Павла. 2-го, 4-е, стихи с 9-го по 16-й. Прошу прощения за голос. Я всю неделю прохандрил. Прошел все этапы от гриппа до бронхит и так далее. Ну, восстанавливаюсь. Помоги Бог. Спасибо, Господи. Суббота 9-го. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Их 9-й. Слово сие верно и всякого принятия достойно. Толкование блаженного Феофиларта Болгарского. То есть, слово сие истинно и достойно того, чтобы все принимали его как несомненное. Какое же это слово? То, что благочестие и здесь, и там полезно. Всюду в послании апостол указывает на это, не имея нужды подтверждать, а просто возвещая. Ибо слово было к Тимофею. Десятый стих. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живаго, который есть спаситель всех человеков, а наипачек верных. Толкование. Показывает, каково есть благочестие, в котором упражнялись сами апостолы, и удостоверяет, каким образом он имеет надежду на будущую жизнь. Говоря, для того, вместо посему и трудимся, и поношение терпим. Ибо для чего нам изнурять себя, если бы мы не ожидали будущих благ, которые Бог живый даст нам после смерти. Здесь воины царские, перенесшие многие труды и опасности, часто не получают должного воздаяния, когда случится умереть царю. А наш царь всегда жив, всегда и воздаст. То есть всех он хочет спасти, и здесь, и там. Большее же попечение он прилагает здесь о верных. Если бы он не был спасителем их, то как они устояли бы против всех напастей? Этим апостол побуждает Тимофея к перенесению опасностей. Не унылой, говорит, имя такого Бога, и не проси себе помощи у других, но надейся на Него. Жив Бог, и Он есть Спаситель. Одиннадцатый стих. Проповедуйся ей и учи. Полкование. Одни дела требуют учения, а другие приказания. Так что не должно красть, этому следует не мягко учить, а приказывать. То есть запрещать с особенной силой. Если же говорит о раздаянии имущества, или о девстве, или о том, как должно веровать, то этому необходимо учить. Поэтому апостол и употребляет оба выражения. Проповедуй и учи. Иначе, когда мы делаем что-либо, зная, что это зло, мы нуждаемся в приказании. Когда не зная того, нуждаемся в учении. Стих двенадцатый. Никто да не пренебрегает юностью Твоею. Но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Полкование. Так как юность, вследствие общего предрассудка, сделалась чем-то легко презираемым, то ты, говорит апостол, повелевай властно, и никто не будет тебя презирать. Его учитель не должен находиться в пренебрежении. Где же таким образом кротость? Там, где сам подвергается оскорблениям, он должен быть кротким. А где необходимо строгать для спасения других, там он должен повелевать с полной властью. Или покажи жизнь, благоукрашенную добронравием, и не будет презираема юность Твоя. А напротив, будет привлекать общее удивление. Поэтому апостол прибавляет и следующее. То есть будь образцом в жизни, правилом наилучшей жизни, чтобы говорить с удобством, иметь слово наготове или приготовленным, в обычной жизни и в церковном чине, любовью, объемлющей всех, или духовным настроением, или даром благодати, дабы не превозноситься этим даром. Верой правой и не колеблющейся, когда кто верит Богу и в том, что невозможно, в естественном порядке. В чистоте, то есть в девственной чистоте и целомудрии. Стих 13. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, толкованием. Если Тимофею апостол повелевают заниматься чтением Священного Писания, то не должно ли и нам это делать? Сам Павел, несомненно, до конца жизни занимался чтением, внушая это и другим. Апостол утешает Тимофея, сказав, доколе не приду, ибо это давало надежду, что он скоро увидит учителя, так как, осиротев, он, конечно, искал сердцем Павла. И вот еще для чего он сказал, доколе не приду, так как святитель Тимофей, будучи молод, многого, конечно, не знал и имел нужду в присутствии учителя, чтобы узнать то от него. То апостол Павел говорит ему, пока не приду, читай Писание, и там найдешь нужные законоположения. А когда приду, передам тебе и прочее, поставлением, то есть уговорами и ободрением чувствующих в себе упадок нравственной энергии, учением, обращенным ко всем и о всяком деле. Стих 14. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Полкование. Здесь апостол говорит о даре учительства, который получил избранный епископ. По пророчеству, то есть по повелению Святого Духа, как сказано выше. С возложением рук священства, то есть епископов. Ибо не священники рукополагали епископа. Смотри, какую удивительную силу имеет возложение священнических рук. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Святитель Тихон Задонский говорит так. Пастыри должны тщательно поучать людей, порученных им, как их увещевает Святой Петр. Пасите Божие стадо. 1 Петра 5.2. Пасется же Божие стадо Словом Божиим и Его священными тайнами. И Павел Святой к этому же их побуждает. Внимайте себе и всему стаду, которым Дух Святый поставил вас блюстителями. Пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Деяние 20.28. И снова написал Тимофею и в его лице к святому пастырю. Проповедуй Слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тимофею 4.2. 2 Тимофею 5.2. 3 Тимофею 5.3. Преподобный Ефрем Сирин. Стих 15. А всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Толкование. Часто наставляет его в одном и том же, желая показать, что епископу больше всего должно стараться об этом Не в жизни только, но и в слове учительском Смотри, как великим и дивным желает он быть ему даже и в этом Шестнадцатый стих Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя Толкование То есть будь внимателен к самому себе и других учи Тот, кто питает себя словами учения, прежде сам извлекает пользу Потому что уча других, он и себя приводит в умиление Богу нашему слава Во веки аминь Аминь Ну, о болящих всех, которые же были упомянуты, знаем, да? О Виталии я хочу сказать У него, вероятно, была нынешняя модная инфекция Которая характерна для нее течение такое, что образуются тромбы в сосудах Мелких особенно У него это как раз и образовалось У него футбол этот получился, Мамонтова Он конспансер 5-я горбольница Опять Мамонтова, опять сюда, краевую больницу Опять Мамонтова, и теперь он вернулся к нам опять в отделение И уже сейчас у нас в отделении пульмонологии Ну и вот в это обследование выяснилось, что у него инфарктная пневмония То есть образуются тромбы в сосудах нижних конечностей Они летят Летят мелкие, но они вот рецидивирующие такое течение То есть возвратные Прилетели, растраствуются долго Там вот эти очаги Когда прилетели, заткнули сосуды Там развивались кровоизлияния Инфаркт, геморрагический инфаркт И потом это долго растраствуется Поэтому у него приступы удушия Именно в эти моменты, когда прилетают мелкие эмболы В сосуды легких Но это в любой момент может образоваться более крупный Заткнет крупный сосуд и моментально осмелет Как Навального, наверное, да? Так что тут, ну, Бог его знает, что там у Навального Внезапная смерть, она имеет много причин Поэтому разбираться в нем в каждом конкретном случае Ну, молитесь, чтобы Господь ему дарал такую Батюшка собирался к нему поехать, но он сам будет Поэтому Ну, он там знает этого отца Сергия у нас В этом молельной комнате Часовной Он уже у него исповедовался, причащался раньше Поэтому он сегодня туда тоже пойдет Я зайду к нему, так что передам ваши пожелания, поклоны, молитвы Ваши останутся, дай Богу Он в больнице, да? Да, он в отделении пульмонологии Извините, не добро Хотел поблагодарить всех за молитвы Дети выходят на занятия Вчера у нас была с ними очередная встреча со Словом Божьим Мы, я им рассказывал о празднике Сретения Господне Никто из них ничего об этом празднике не знал Ну, что и надо А там есть такие моменты в этом празднике Которые можно рассказывать отдельно И прям по целому занятию то и больше И я уделил большое внимание Вот этой репродукции Вот этой Сикстинская Мадонна Рафаэля Сантиса 1512 год И если приглядеться Глаза Мадонны Престой Богородицы Мадонны И младенца Господа Но это Глаза невероятные Главное И возраст ее подходящий Как он все описал Говорят, что этот Рафаэль Он сам гностик Гностиком относился Да, вот такой Ну, то есть христианство Смешанное с теми идеями Еще философии древнегреческой Каких-то передовых там Восточных мистификаций Смотреть Чистая такая вот Репродукция Начал смотреть в глаза Господа Нельзя смотреть Это взрослый человек Который действительно Не осуждает тебя А над тобой Он ждет Ждущие глаза То есть все А у Престой Богородицы Написано Нежный взгляд Нежный То есть она готова отдать И Игнат Тихонович Написал стихотворение В 83 году В тюрьме, да? Нет, не в тюрьме Не в тюрьме Написал В 83 году он сидел в тюрьме И называется На образ Секстинской Мадонны А брат Виктор Николаевич Савченко Музыку положил на это И спел И я им предоставил Это творение И очень понравилось Начали желать Виктору Николаевичу Всяческих Творческих успехов Здравия там Все Я говорю У него еще детей куча Подрастает Говорит тоже Может выйдут Когда-нибудь К нам тоже То есть очень порадовались Все Ну а Симеоне Богоприимцы 360 лет прожил он Я им показал Где написано В православии Это Житие Жизнь праведного Симеона Богоприимца Называется так она И там написано Что 360 лет По преданию Он прожил То есть это Последний человек После Ноя Который Прожил Больше Там 150 лет 360 лет Ну попробуйте Поживите Но это все Сопровождалось Именно Тем Что он Потрудился А Помог Как ни странно Грек Во всем этом Вот во всей этой встрече Во всем Помог Грек Грек Это Звали Птоломей Второй Филадельф Филадельф Знаете как переводится Очень красивый перевод С греческого Переводится Любящий Свою сестру Вот так он любил Свою сестру Там Какая-то там Это Лисимаха Была И он Очень был Начитанный Человек Ученый Такой Очень Все хотел знать И только-только Он В 285 году До Рождества Христова Стал править Страной Там Несколько лет Прошло И он Узнал Что есть А евреи Не входили В его Государство Иерусалим Был У Селевкида У Селевка Селевкида Называется И поэтому Он Попросил Чтобы Иерусалимские Священники Подобрали Вот Людей Которые Могут Перевести И перевели А он Собирал Огромную Библиотеку Называется Александрийская Библиотека Правил В Египте Такой Странный Человек Ну и нам Оставил Эту память И 72 Толковника Приехали А среди них И Симеон Этот Тоже И начал Переводить А там Написано Исаия 7 глава 14 стих Как бы Пророк Исаия Этому Езекии Когда он сказал Он говорит Езекия Проси у Господа Все что хочешь Проси А тот Я что Я кто такой Чтобы у Господа Просить Такую гордость Как бы Проявил Он говорит Так Ну тогда Сам Господь Дает вам Знамение Все девы В очреве Приимет И родит сына И нарекут Имя Моим Вот так вот То есть Неправильные поступки Людей Рождают Великие Такие пророчества И он взял Поправил Слово Дева Как дева Родить может Дева убрал Поставил Слово Молодая женщина Там немножко Похожие они Но не совсем Похожие То есть Пришлось ему Там затирать И в этот момент Когда он там Хотел затереть Ангел Предстал И говорит Так Стоять Теперь пока Не увидишь Это знамение Не умрешь И представляете Сколько ему Там было лет Уже Он был Не молодень Не молодой Какой-то человек Уже Ему там было лет Ну можно посчитать Это был Приблизительно Приблизительно Двести Там Восьмидесятый год Вот такое До Рождества Христова Да И А ровно В нулевой год Когда родился Господь Ну Господь пришел И он Вот это песнопение Которое мы поем Ну и не отпущаешь Раба твоего Наконец-то дождался Триста шестьдесят лет Ждал Зачем же он Думал я все Руку то поднял Как я не поверил А как не поверить Он единственный Кто на это обратил Внимание Надо полагать Потому что Давно бы исправили Да А здесь просто Надо было грекам И Он сидел Толомей Вы только точно переводите Я хочу точно знать Что в ваших книгах Потому что Интересно было В храме Нету Бога Ну нету Изображения Никакого Как так Нету Ну И хотелось Вот узнать Кому-то видите Как хотелось Узнать Интересно А потом начнутся Великие события И Маковейские войны И Маковейские войны Потом Потом Принесение Господа Колено Колено Левейные Приносили Вот так Это такой закон Ну там Сложно Объяснять И вот ребята Прослушали Все это Вопросов Конечно У них не было Любят Немножко еще Ну не до конца Слава Господу И он должен был Садиться И говорить А он Лордом избрали Он уже там Лет 20 Говорит И молчит И наконец Поднял руку Все говорят Ну что он скажет Мешок прилетел Он сел на него Господа Я прошу Порточку Закройте Опять все Вот я хочу сказать У меня лежит Библия черная Вот там Не трогать руками даже Тут Библии много Там и здесь У меня закладки лежат Там Прихожу Все Оттуда Не разрешайте Вот где красная Там заснуто Дальше Да Вон она Черная Библия Да мы ее не берем Игнатиг Берут Сюда Кладут А тут уже Разбазарили Ну это кто-то Это не наши Я возьму показать Это призраки какие-то Не брать Не брать Там Смотришь Они провалились Отладки Нет Я хорошо держу Покажи Покажите пожалуйста Туда Людям Чтоб все видели Какую нельзя брать Нельзя брать Там какие еще есть Библиофилы Библиофилы Так Просьба О чем молиться Сказали что думают Иззнать у нас проповеди В освете святой Библии И проповеди которой говорю Их надо превратить В ворд В буквы Почти все уже закончено Теперь нужно Выправлять Кто знает хорошо Русский язык И я Можно меня проверять Еще надо Согласен На двойку Только не трожьте Скоро помогать Тобойке Понимаешь Как Вчера Девора Нашла опять Человека Какого-то Из Германии Она У меня были пятерки Но я давно В Германии Могу Не так После вас Я еще буду Корректуру делать А после меня Еще может быть Ирина Кондратюк В Белоруссии Будет смотреть Потом в этом помнится Больше у меня Ничего нет Все остальное Помоги Господи Так как надо Моги Господи Скоро Решаем Да Да Достойно есть Якова истину Блажит Тетя Благородицу Присло блаженную И пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувин И славнейшую Без сравнения Серафин Без истрени Я Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Те Величаем Господи Защити Родину Нашу От нашествия Неплеменников От внутренних Расприй От беззакония Которое Втайне Останови Делающих Зло Просвети Правителей Страны Нашей Чтобы принимали Мудрые законы И всех начальствующих Так же Просвети И защити Людей Не познавших Тебя Обрати К истине Что божественную Любовь Твоя Коснулась Каждого Сердца Священника Который Не служит Тебя Как должно Пусть покавится В неближении Своем И проповедует Смело И на славном Отец Иисуса 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 Аминь Аминь Одна новость Которая 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 Позавчера Была Навальный Умер Везде Сейчас Передаю Который Арестован Был Он решил Здесь Смуты Разные Делать Манифестации Мы Предупредили Вначале За то Что там Кого-то Пнул Военного Два Горьки Там Начал Сопротивляться Четыре И уже Подадим Девятнадцать Лет Сидеть И отправили На север И там Вон Не молиться Ничего Не знаю Сегодня Выставили ролик Где я Говорю О нем Кто-то Его Видела Может быть Да В двадцать первом Году Разговаривает С кем Я разговарив Даже не знаю Он за него Заступается Года Два Назад Еще Была Я говорю Кто он Такой У него Ничего Нет Кроме Смуты Их Засланцев Кормят Америка Добавляют Учат Он там Учился Приехал Сюда Чтобы Митинги Разные Делать Я говорю Чем Это Кончится А Сегодня Выставили А как Вы Говорили Так Вот Наша Задача Только Молиться Написано Богу За царей И Начальствующих А Соломон Говорит Начальствующих На суде Может быть Строгое Взыскание А их Может Только Жалеть Богу Слава Кто Задаст Мне вопрос Это Очень Значительно Будет Задали Вопрос Лена Обычно Ты Задаешь Ты Первень Ну что Остаемся Остаемся Сколько Давайте Остаемся Дружно Продолжение следует